Эскезы медалей 300-летия Омска сегодня представили широкой общественности. В Доме правительства прошел брифинг с участием журналистов, на котором руководитель аппарата губернатора Юрий Корючин подробно рассказал о награде, которую будут вручать накануне Большого юбилея. Медали пока не готовы, правки в эскез еще могут быть вынесены, если вдруг кто-то предложит интересную идею. Однако общая концепция выбрана на Аверсе. Изображен герб Омской области на Аверсе – самые узнаваемые омские здания, представляющие все сферы жизни города – историю, культуру, промышленность. И здесь же изображено изображение спано, украшающего одно из старинных омских зданий – дом Печокас, с которым связана легенда о спрятанных в доме сокровищах императорской семьи Юрий Корючин. Объяснил также, почему на символичной награде не изображен кто-то из основателей города и вообще нет лиц. Изображать всех, кто внес вклад достаточно серьезный в образование города, привязать к 300-летию этот момент, медалей не хватит. Мы решили, что основную привязку мы сделаем все-таки, наверное, к зданиям. И вот этот параллель от Тарских ворот до нашего нефтезавода, вот эти здания, которые хорошо знакомы Амичам, они, наверное, нам и расскажут о тех людях, о тех великих людях, которые достойно прожили свою жизнь в нашем городе. Юбилейная медаль будет вручаться Амичам, внесшим вклад в развитие города. Это художники, спортсмены, учителя, врачи. Награждения начнут уже в начале лета. В планах сделать около 200 медалей. Однако в правительстве региона не исключают, что наград может быть и больше. И надеяться, что эта медаль станет стимулом для того, чтобы лучше узнать историю города и поводом гордиться Омском. Продолжение следует...